Всем привет! Сегодня у нас 6 января 2020 года. С вами Магомедов Сергей. Вы смотрите еженедельный обзор рынка от компании Life Investing Group. Собственно говоря, на прошлой неделе у нас было всего два рабочих дня, поэтому каких-то серьезных изменений мы с вами не увидим. Индекс московской биржи продолжает покорять вершины, как видно из графика. Индекс РТС также показывает рост. Пара USD-RUB консолидируется у нижнего уровня в районе 62 185 рублей, а Brent после пробития в верхней границе треугольника подходит к уровню 69,69, который был указан в прошлых выпусках как ближайший уровень сопротивления. Далее перейдем к событиям в корпоративном секторе. В понедельник, 6 января, последний день с дивидендами торгуются ПАУ ЧТПЗ и НЛМК. В среду, 8 января, последний день с дивидендами торгуются акции МТС и МАГНИТ. В четверг, 9 января, последний день с дивидендами торгуются акции МРСК Центра и ФСК ЕС. Также в этот день будет отсечка по дивидендам ЧТПЗ и НЛМК. Пятница, 10 января, богата событиями. Так, отсечка по дивидендам будет у МАГНИТа и МТС. И последний день с дивидендами торгуются акции нескольких межрегиональных распределительных сетевых компаний, а также акции Московской Объединенной Электросетевой Компании и Томской Распределительной Компании. Теперь посмотрим на график нескольких акций из предыдущего блока. Power & LMK у нас в восходящем тренде на дневном таймфрейме. В ближайшем уровне сопротивления выступает отметка в районе 150 рублей. Акции Magnita после консолидации в районе 3100 рублей также пытаются отрасти и сейчас подходят к уровню сопротивления в 3500 рублей. ПАО МТС находится на своих исторических максимумах за последние 6 лет. В настоящий момент акции компании зашли в зону сопротивления между отметками в 321 и 324,5 рубля. Акции ФСК и ЕС подходят к уровню сопротивления 0,21. Акции МРСК Сибири подошли к уровню сопротивления 0,319 тысячных рублей. И наконец акции МОЭСК после долгой консолидации подказывают восходящий тренд последние 4 месяца. На горизонте нет видимых уровней сопротивления, однако бумага уже достаточно долго растет, значит там есть игроки и думаю стоит обратить на нее внимание. Теперь узнаем какие события из мира экономики и макро статистика ждут нас на этой неделе. Во вторник у нас с вами выходной, Рождество, поэтому биржа работать не будет. А в Европе и США будут опубликованы индекс потребительских цен и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США. В среду мы узнаем изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. В четверг будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. И в пятницу 10 января будут изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы за декабрь месяц. Далее расписание LiveTV на предстоящую неделю. Ежедневное расписание открытых мастер-классов на канале YouTube наших ведущих трейдеров и преподавателей на этой неделе будет выглядеть вот таким образом. И конечно не забывайте про прямые трансляции в группе Discord. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на нас в Instagram, в группе ВКонтакте и на канале YouTube. Все ссылки вы найдете в описании.